Игры проваливаются Хотя тут все индивидуально Не забываем подписываться на канал В том числе на наш ВК по ссылке в описании Меня зовут Мадлер Это портал Гохару и мы начинаем В июле месяце этого года Исполняется 10 лет одной из лучших Мобильных стратегий Castle Clash от IGG В наших широтах она более известна Под названием Битва замков Что характерно, комрады из Китая Показали себя за это время исключительно С положительной стороны Игра получала стабильную и устойчивую поддержку Без всяких уходов и возвращений на рынок Недавно, к слову, на центральных LED-экранах Крупнейших городов мира Включая Москву, Лас-Вегас, Гамбург и Хошимин Появилась реклама Castle Clash В которой разработчики поздравили с юбилеем ТОП-20 гильдий и ТОП-30 игроков Но это, разумеется, еще не все События внутри игры Дарят игрокам тонну полезных предметов Чтобы разобраться с многообразием Активностей, разработчики даже подготовили Интерактивный сайт с подробной информацией Не обошлось, конечно же, и без Розыгрыша призов В Castle Clash приготовили целый пол наград Главное из которых iPhone 14 Pro В акциях могут участвовать не только новые Но и старые игроки, которые не входили В игру более месяца Ну а во второй половине года в Castle Clash Стартует грандиозная коллаборация с Кунг-фу Панда от DreamWorks Но, сами понимаете, лучше не ждать второй половины А врываться в игру, когда она полна Приятных сюрпризов и бонусов По коду на экране, ссылки в описании И закрепленном комментарии Это можно сделать прямо сейчас Открывает наш импровизированный топ The Matrix Online ММО-РПГ, которая обещала погрузить нас всех В обстоятельства культовой франшизы При этом создавалась игра студии Monolith Productions совместно с сёстрами А на тот момент братьями Вачовские Являясь, по сути, продолжением той самой матрицы Да-да, нам буквально предлагали Поучаствовать в продолжении Закрытый бета-тест начался в июне 2004 года для предзаказавших В США релиз состоялся 22 марта 2005 В Европе 15 апреля 2005 года Игра начинается с создания Игрового персонажа, находящегося в матрице И теперь получившего возможность Из неё выйти После создания персонажа Игрок выбирает между синей и красной Таблетками, очень канонично Затем происходит начальное обучение Игровой механике, умениям и бою Ну а потом игроку предоставляется полная Свобода действий в крупнейшем городе Матрицы, Мега-Сити На момент запуска существовало более 10 серверов Но в августе 2005 их количество было уменьшено до 3 Как мы понимаем, нет великой популярности В августе же 2009 года, а точнее 1 августа И они были отключены Официальная причина – нерентабельность Да, к сожалению, игра действительно многое обещала Но на практике мало что предлагало игрокам Кроме довольно интересной классовой системы И вспомнить, если честно, нечего Gods and Heroes Rome Rising Хорошо известная в узких кругах ММО и РПГ Релиз которой состоялся 21 июня 2011 года в Северной Америке И 24 июня 2011 года в Европе Действие игры происходит в мире Древнего Рима Где исторические элементы и враги тесно переплетены с мифическими Иными словами, у нас тут околоисторическая фэнтезия До этого игра прошла через производственный ад Изначально она разрабатывалась Perpetual Entertainment Но та остановила разработку игры в октябре 2007 года После этого в феврале 2010 года Hitwave Interactive объявила, что приобрела права И у компании есть планы завершить разработку Собственно, планом было суждено сбыться Игра, как я уже говорил, вышла и распространялась по подписке за 10 баксов Однако уже в начале 2012 года подписка была упразднена Не очень хороший знак в подавляющем большинстве случаев Ну а в сентябре этого же года форумы были выключены для техобслуживания И больше никогда толком не включались обратно Жаль, проект был не лишен некоторых оригинальных идей Да и сеттинг, честно говоря, был прикольным Vanguard Saga of Heroes Самому РПГ, которое имело все шансы стать духовной наследницей Родоначальницей жанра Эверквест Не в последнюю очередь, потому что в разработке были задействованы разработчики Эверквеста Разработанная Sigil Games Online и опубликованная Sony Online Entertainment Игра была выпущена 30 января 2007 года И первоначально было продано около 242 тысяч копий Количество активных подписок, тех, кто играет дольше, чем бесплатный месяц, включённый при покупке игры Оценивалось примерно в 130 тысяч Однако уже в следующие месяцы оно упало примерно до 40 тысяч Проблема, на мой взгляд, заключалась в том, что Sony очень сильно поторопила разработчика с релизом И игра вышла в крайне печальном виде Всё это, разумеется, пытались пофиксить В игре много чего понадобавляли и исправили В том числе, кстати, была реализована возможность официально заниматься РМТ Тем не менее, это не сильно помогло игре оставаться на плаву Разработчики ещё какое-то время выпускали обновления А сервера объединялись, пока их количество не сократилось до двух В августе 2012 года Vanguard Saga of Heroes стала бесплатной А 24 января 2014-го Sony Online Entertainment объявила, что игра будет закрыта 31 июля 2014 года Что, собственно, и произошло А жаль, проект мог бы получиться куда более интересным и долгоиграющим Если бы не навязчивое желание издателя побыстрее срубить бабла Star Wars Galaxy с MMORPG по вселенной Звёздных войн, созданная компаниями Sony Online Entertainment и LucasArts Дебютировала 26 июня 2003 года под названием Star Wars Galaxies and Empire Divided Изначально, если мне не изменяет память, собиралась выйти также на Xbox и PlayStation 2 Но этому не суждено было сбыться Как, в общем-то, и многому другому в этой игре Порядочное количество интересных идей было похерено Хотя изначально на эту MMORPG возлагались очень большие надежды Потому как, сами понимаете, во-первых, это Звёздные войны То есть шанс провала минимален даже на сегодняшний день А во-вторых, у руля проекта стоял Раф Костер А это, на секундочку, ведущий дизайнер Ultima Online Так что, чуть ли не папка жанра Несмотря на то, что на момент выхода игра получила смешанные отзывы И её ругали за множественные недочёты и неработающие элементы Это не помешало ей с относительным успехом просуществовать около 8 лет Получить несколько дополнений и пережить значительные изменения Закрылась она 15 декабря 2011 года В связи с выходом новой онлайн-игры Star Wars The Old Republic Последняя, как мы знаем, коптит воздух до сих пор Warhammer Wild Star, пожалуй, самая многообещающая MMORPG О провале которой вспоминают чаще всего Действия игры происходят на вымышленной планете Nexus Где загадочная и могущественная раса, известная как Eldan, исчезает, оставляя за собой ценные технологии и секреты, которые должны исследовать игроки Было анонсировано 17 августа 2011 года во время Gamescom Официальный релиз состоялся 3 июня 2014 Разработкой занималась американская компания Carbon Studios А издавалась небезызвестная NCSoft Изначальная игра, если я все правильно помню, была вполне себе платная Но через некоторое время перекатилась на гибридную систему распространения Часть контента с некоторыми ограничениями пользователям была доступна бесплатно А часть за подписку, которую, впрочем, можно было достать внутриигровыми способами На игру, как я уже упоминал, тоже возлагались большие надежды Частично связанные с тем, что студию Кербин основали 17 бывших сотрудников Blizzard Entertainment Уж кто, если не они, так сказать Впрочем, оказалось, что ничего путного из проекта не получилось, невзирая на личности Если попробовать в сжатой форме объяснить неудачу, постигшую Wildstar То можно сказать, что игра со временем тупо не адаптировалась под игроков Изначально и вплоть до своего закрытия она позиционировалась как хардкорная MMORPG Что, собственно, проект изгубило Ибо, как мы с вами уже неоднократно убеждались, хардкор всем нравится исключительно на бумаге Final Fantasy XIV Да, вероятнее всего для некоторого количества зрителей будет не слишком очевидна причина Нахождения этого весьма успешного на сегодняшний день проекта в нашем топе лузеров Что ж, значит, пришла пора подтянуть матчасть Потому что, как многие, я надеюсь, все-таки знают Изначально Final Fantasy XIV была самым что ни на есть провальным провалом Впервые игра была анонсирована 2 июня 2009 года на выставке E3 Упокой господи ее душу Было объявлено, что игра будет доступна только на платформах ПК и PlayStation 3 А в разработке принимает участие команда, ранее работавшая с предыдущими играми серии Выпуск игры Final Fantasy XIV для персональных компьютеров состоялся в конце сентября 2010 года И это было полнейшее фиаско По словам SEO Square Enix, выход продукта в том виде, в котором он дошел до покупателя Сильно навредил имиджу игр серии Final Fantasy Поэтому в 2012 году было решено прекратить поддержку игры Что, кстати, красиво обыграли во внутриигровом ивенте После чего в 2013 году разработчики выпустили очень сильно переработанную преемницу С тем же названием Final Fantasy XIV и припиской A Realm Reborn И вот в нее-то мы как раз-таки сейчас и играем Что тут добавить? Респект разработчикам за проделанную работу Лучший реворк эвер Ну и напоследок, конечно же, не можем не вспомнить про каноничную Табула раса ММО и РПГ, которую пытался после Ultimate Online соорудить Ричард Гэриотса товарищей при поддержке NCSoft Официальный запуск проекта состоялся 2 ноября 2007-го Табула раса рассказывала о последнем противостоянии человечества и группы инопланетян То есть у нас тут sci-fi сеттинг История происходила в недалеком будущем на двух планетах И сводилась к постоянным конфронтациям между армией объединенных свободомыслящих и пагубой, то бишь инопланетянами Впрочем, гладко все это выглядело исключительно на бумаге На практике же у разработчиков было категорически мало тем, по которым они приходили к согласию В том числе и по поводу того, в каком, собственно, направлении двигать игру Что это вообще будет? В итоге четверть первоначальной команды была заменена, а 75% кода переписана При этом, разумеется, от игры ожидали прям какого-то невероятного чуда Ну а как иначе? У роля стоит фактически отец-основатель жанра Уровень обещаний просто зашкаливает, а бюджет игры, по слухам, составляет более чем 100 миллионов долларов К слову, по итогу получилось не так уж и плохо У игры были довольно интересные задумки, которые, к тому же, частично реализовали До сих пор в сети можно встретить весьма положительные отзывы о табула раса Что же, спросите вы, пошло не так? Все довольно просто В эту MMORPG было банально скучно играть Ну а погребальным венком послужило ужасное техническое состояние проекта 28 февраля 2009 года игру прикрыли Напоследок закатив прощальную вечеринку в виде внутриигрового ивента В котором разработчики выступали в качестве инопланетных захватчиков Было весело и есть что вспомнить тем, кто там побывал Ну а Ричард Герриот, к слову, с тех пор и до сих пор Пытается выпустить очередную ультиму онлайн С NFT не хотите ли? Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео Поделиться им с друзьями Оставлять свои комментарии Прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента И подписаться на нас везде, если еще не подписаны С вами был Мадлер, это портал Гохару Еще услышимся!